Продолжение следует... 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 в нравственное богостое в семинаре, потом в академии, потом был помощником инспектором, заведующим ригинским отделением немножко был, старшим помощником инспектором, а потом ушел на приход совсем, оставив себе только преподавание. А в это время началась перестройка, и владыку Льва назначили вот сюда, в Новгород. Владыка митрополит Никодим Новгород очень любил, он его прекрасно знал, он знал святых, и вот, собственно говоря, религиозная жизнь Новгорода, она была совершенно, ну, как бы разбита вся. Все монастыри были в развалинах, но он всегда на лошадях, на станях, приезжая сюда в Новгород, ездил и в Хутенский монастырь, и в Вежижский монастырь. Он это очень любил. И когда он приходил вот в этот Софийский собор, где был музей, и, как мне рассказывали, я при этом не присутствовал, на горнем месте, он сказал, вот моя кафедра. Ну вот, его ученик, митрополит Лев, действительно стал епископом этой водрожденной новгородской древней кафедры. А потом владыка как-то сказал, ну, приезжай ко мне, мне вот нужны помощники. Ну вот, я собрался, отпросился в Петербурге, оставил свой преображенский собор и приехал сюда, вот в 96-м году. И с этого времени я служу здесь, являюсь председателем отдела по образованию и катехизации, продолжаю преподавать в Духовной академии. Вот председатель отдела по образованию и катехизации, который, собственно говоря, должен организовать деятельность, во-первых, воскресных школ, потом проводить конфессиональную экспертизу преподавания основ православной культуры в школах. Значит, мы работаем с педагогами воскресных школ, мы работаем с педагогами, которые, вот у нас есть православно-ориентированная школа, муниципальная, имени Кирилла и Мефодия. Мы тоже там курсы с преподавателями проводим, семинары. Современный мир очень сложный, он очень далек, с моей точки зрения, от религиозной проблематики. И нужно искать какие-то пути к сердцам людей, пути для того, чтобы достучаться до человеческого сердца. Одно дело, когда священник служит литургию. Но это самое главное, наверное, в жизни каждого православного христианина. Но это ведь все для тех, кто уже, так сказать, выбрал свой путь христианский. А как общаться вот с миром внешним? Это большая, на самом деле, проблема. Я не могу себя заставить, скажем, вот сидеть за компьютером и наполнять интернет какими-то своими мыслями. Мне для этого, наверное, уже себя не перестроить, наверное. Я люблю говорить с людьми, так сказать, вот устами к кустам, что называется. Ну, конечно, беседы с людьми, которые приходят в храм со своими проблемами, а проблем у людей очень много, имеют огромное значение. Но здесь вот такое вот пастырское попечение об этих людях. Нужно иметь особый талант, наверное, для того, чтобы вот уметь по душам поговорить с человеком. Но ведь человека нужно еще и сопровождать. А в этой жизни сопровождать человека постоянно достаточно трудно. Одно дело – это монастырь, а другое дело – это светский мир, в котором человек живет в среде, которую священник не знает. И этот человек, на самом деле, с большим трудом может пересказать священнику, чтобы он понял. Поэтому тут очень много проблем духовничества и пастырского служения. Вот. Ну, на самом деле, конечно, у меня все время заполнено или службой, или лекциями, или организацией каких-то вот таких вот встреч. Мне уже с молодежью на самом деле трудно разговаривать. Я скажу откровенно. Потому что я вижу, что молодежь живет совсем вот в каком-то другом мире. Их восприятие музыки, их восприятие художественной традиции, внешней эстетики настолько далеки от того, к чему я, собственно говоря, привык, что я понимаю, что мне в этом отношении тяжело. Потому что я уверен, что все-таки красота, как и нравственный идеал, есть нечто постоянное, абсолютное. Мы можем уходить, удаляться от этого, но отказаться от этого невозможно, потому что пропадают критерии оценки. И вот это именно происходит в современном мире. Исчезают критерии оценки. Что такое красота, красота нравственная. И поэтому вот церковь, как бы не тяжело ей было проходить свое служение в современном мире, она просто должна быть, с моей точки зрения. Она должна присутствовать в ткани жизни, пускай не навязчиво, но она должна сохранять вот эти вот прекрасные идеалы и прекрасные образы. Как где-то в своем дневнике, нет, в записной книжке Федор Михайлович когда-то обмолвился, что нравственный идеал у меня есть один – Христос. Это, конечно, не религиозная фраза, но она имеет огромное значение. Вот нельзя терять Христа. У апостола Павла в одном постании есть вот такой вот образ, что вот мы бежим в свое поприще, но на этом пути мы никогда не должны терять образ Христа. Счастье есть сопричастность к полноте. Вот что такое полнота для человека? Он ее должен найти. Для нас-то, конечно, полнота в Боге. Вот, и, конечно, но эта полнота, она созидается в жизни, приобретается в жизни. Личность, если взять вот слово греческое «ипостась», да, оно, в принципе, и раскроет нам вот эту вот идею полноты, становления человека в образе Божьем, в этой вот… И вот сопричастность к полноте, к этой полноте, делает человека счастливым. Но что такое полнота, которую обретает человек в Боге? Бог ведь есть любовь. Просто надо научиться любить.